Привет, друзья! Вы знаете, что я очень скрупулезно подхожу к выбору какого-либо устройства или гаджета. После его приобретения я несколько недель, а иногда и месяцев, изучаю его и спешу после этого с вами поделиться. Именно поэтому я не понимаю тех обзорщиков, которые в эти дни распаковывают Apple Watch Series 5 и говорят, какие они потрясающие и сколько в них новых, замечательных фишек. Я протестирую Series 1. И если вы следите за моими обзорами, то, скорее всего, обращали внимание, что вот уже два месяца я ношу часы от компании Apple. И сегодня я вам расскажу, что из себя представляет Apple Watch Series 1 в 2019 году и кому они пригодятся. Подписывайтесь на канал. Поехали! Мое знакомство с фитнес-браслетами началось еще с Mi Band 1. На вторые и третьи Mi Band я делал обзоры, можете посмотреть. Далее я захотел чего-то большего, потому как функционала данных браслетов мне просто стало не хватать. Поэтому я стал искать более дорогие варианты. Изначально я даже не рассчитывал покупать Apple Watch. Яблочный производитель очень кусается ценником. Но, как всегда, имеется одно но. За эту цену вы покупаете часы, которые полностью сопрягаются с вашим айфончиком, без каких-либо танцев с бубном. Ни одни и другие часы не позволят вам отвечать на звонки и слышать собеседника, например. Ни одни из часов не будут сопрягаться настолько же безукоризненно со смартфоном, как яблоко. Все эти преимущества для айфон. Если у вас на руках любая версия яблочного производителя, то ни одни часы вам не заменит Apple Watch. Даже первая серия будет гораздо богаче функционалом, нежели любой другой аналог за эти деньги. Именно поэтому вам стоит купить даже убитые БУ котлы Apple, нежели приобрести новые китайские часики. В первую очередь для тех, кто ищет качественную картинку с отличным дисплеем, ищет стильный дизайн, хочет отвечать на звонки и разговаривать по часам, хочет иметь возможность хотя бы в некоторых мессенджерах отвечать заготовками, либо голосовым вводом, хочет иметь поддержку Siri, хочет иметь поддержку Apple Pay и оплачивать покупки, не доставая телефон из кармана просто одним движением. Хочет прослушивать музыку через Bluetooth наушники без телефона, хочет заряжать с помощью беспроводной зарядки. Кстати, я показывал в одном из роликов китайский аналог AirPower. Не пропустите это видео, посмотрите обязательно, ссылку оставлю где-нибудь здесь. Минусы Apple Watch. Не любите заряжать каждый день часы, хотите плавать часа. Многие блогеры высказывают свое мнение, не велика ли жертва ради понтов за такой ценник. Мой ответ – невелика. Ведь это не понты. Когда весь этот функционал тебе необходим, то ты будешь заряжать устройство и каждый день, когда все под рукой, нежели ходить целый месяц часами, не заряжая, но при каждом звонке доставать телефон, таскать с собой дополнительно плеер с наушниками во время тренировок и так далее. У Apple Watch просто море функций по сравнению с другими не яблочными часами. Да, не стоит забывать и думать, что они вам заменят телефон. Они повторяют телефон, многие приложения имеют свой функционал и на часах, но многого там нет. Это не телефон, но это и не китайские часы с малым функционалом. Поэтому я считаю, что лучший выбор – это хорошее БО. Объявлений просто пруд прудить. Если у вас есть 30 лишних тысяч, то смело берите 4 серию. Если вы хотите сэкономить и также считаете 30-ку слишком большой платой за такой мелкий аксессуар, то ваш выбор был у первой серии. Я уверен, что вы будете не разочарованы этим выбором по сравнению с китайцами. Все преимущества этих часов я не смогу уместить в одном видео. Поэтому, возможно, буду дополнять какими-то новыми роликами, если вам будет интересно. Напишите об этом в комментариях. Средите за обновлениями и задавайте вопросы. С радостью отвечу и помогу, ведь совсем недавно я задавался теми же вопросами, что и вы. Жмите на колокольчик, ставьте лайк. Надеюсь, видео оказалось вам полезным. Покажите друзьям этот ролик. Спасибо, что подписываетесь на канал. Впереди еще много интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok